Зданию Даниловского историко-краеведческого музея подлетают пожарные расчеты, воюют с огнем здесь уже около получаса. Пламя рьяно сражается за каждый метр деревянных стен. Сотрудникам МЧС приходится даже частично разбирать деревянную крышу. В плену огня остаются уникальные для города экспонаты. Сгорел первый зал, посвященный древней истории Данилова. Собственно, все остальные залы пострадали от задымления, от копоти и закопчены практически все залы. Зал, посвященный истории Казанского монастыря, он очень сильно подпорчен водой. Музей загорелся в воскресенье вечером. Сотрудники рассказывают, что в течение дня в здании два или три раза срабатывала пожарная сигнализация. Но каждый раз тревога была ложной. Сбой техники, видимо, вызвала гроза. По-настоящему огонь пришел в музей ближе к шести часам. На место происшествия незамедлительным выехало три единицы техники и семь человек личного состава. От пожарной части номер 53 города Данилов. В 18 часов 48 минут пожар локализован. В 19 часов 37 минут объявлена полная ликвидация. Когда опасность миновала, некоторым сотрудникам музея разрешили войти внутрь. Ходить пришлось в воде, а огонь сильно повредил стены. Ряд экспозиции и экспонатов закоптились, то есть подверглись воздействию пожара, но, к счастью, не уничтожены. В настоящее время специалисты, вот уже выехала в Данилов для того, чтобы оказать помощь музейным специалистам в Данилове, что нужно сейчас делать, чтобы спасти предметы. Этот музей был открыт в 67-м. Над экспозицией работала инициативная группа историков и краеведов. Материалы и фотографии собирали ученики и преподаватели 2-й Даниловской школы Полуэкт Шарапов. Впоследствии музей стал носить его имя. Сколько времени понадобится, чтобы вернуть музею прежнее лицо? В Департаменте культуры ответить не готовы. Специалисты будут делать все возможное. Диоги Коучин, Марина Борбат. День событий.